здравствуйте друзья я поздравляю вас с тем что вы нашли свой вин кондишен и благодаря лайкам под предыдущему видео я снова здесь меня зовут лев котляр я судья из города москвы и я продолжаю рассказывать про свои любимые еда х колоды сегодня я расскажу про колоду на чарах энчандрес колоду которая у меня есть на трехцветном генерале которую зовут туваса энчандрес колоду я собирал сначала на замечательном генерале тростане и темой той колоды были чары которые плодят токенов токены входят в игру генят хиточки и ходят в атаку тема этой колоды немножко другая благодаря синему цвету мы играем классными синими заклинаниями классными синими чарами и немножко у нас другой вин кондишен стратегия называется энчандрес в честь вот этой карты это арготин энчандрес на этой карте есть две строчки текста первая из них довольно давно превратилась в одно ключевое слово пелена шраут вот а вторая строчка текста в современной интерпретации значит что когда я разыгрываю заклинание чар я беру карточку и со временем подобных эффектов магии стала первой картой с таким эффектом после чаровницы была карта энчандрес прайзенс выпущенная в анслоте и дальше понеслось у нас появилась вердуранская чародейка горная чародейка это эйдалон цветение и сатир энчандр эти карты являются основой движка по взятию карт этой колоде а то как мы утилизируем это взятие карт я расскажу дальше прелесть стратегии колоды на чар заключается в том что три основных эффекта которые необходимо иметь в любой колоде а именно эффект добора карт ремувал и эффект разгона у мания доступны в форме разного рода чар здесь представлены несколько карт которые развивают нас по мани нижний ряд представляет собой дешевые чары которые позволяют нам разгоняться и при наличии любого из движков колод и любого из представителей класса энчандрес мы превращаем все эти карты просто в дополнительные карты руки особенно я хочу отметить карту расцвет маны такая находка которая в поздней игре просто превращается в эффект возьми одну карту за одну зеленую ману расход план на победу заключается в том чтобы иметь одну из этих шести карточек на столе и за счет того что мы либо разыгрываем чары либо имеем много маны разрастаться в токенах и топтать в атаке найти наши венконы нам помогают разные тьютеры и эффекты взятия карт их в колоде кажется что не очень много но не забывайте что наш движок весь целиком и полностью берет нам карточки ровно так же как и наш генерал все остальные карты в колоде предназначены для того чтобы нам дожить до исполнения нашей стратегии и защитить ее в ключевой момент карты которые сейчас на столе это в основном римуал это массовый или целевой но плейнсвокеры как это водятся не играют только одну роль элспет благополучно ставит нам армию блокеров позволяющую защитить нам лицо и иногда они ходят в атаку сами а джани замечательно за свою первую способность плюс 2 набирает нам карты в руку еще есть несколько интересных карт римувала в колоде особенно хочется отметить song of dryad и imprisoned in the moon это карт которые позволяют справиться с наиболее противными перманентами с другой стороны стола от которых сложнее всего избавиться а именно чужих командиров превращая их в земли и это является замечательным способом эффективно надолго избавиться от чужого генерала кроме того взаимодействуем со столом просто мешая оппонентам немножко играть для этого у нас есть два эффекта призана это гостри призванные сфера в сейте который защищает нас от чужих существ ходящих в атаку есть рула фло с этой карты надо быть очень осторожными в этой колоде я все время порываюсь ее убрать потому что очень часто несмотря на то что она мешает оппонентам закрутиться она мешает и мне брать больше чем одну карточку заход боже что же он здесь делает он же слишком дорогой для казуального этапа эти карты также защищают нашу стратегию за счет того что делают наши перманенты не разрушенными или за счет того что возвращают их с кладбище или не дают чужим существом быстренько ходить в атаку а также наказывают оппонентов за то что они разыгрывают собственные заклинания ну и раз у нас в колоде есть синий цвет не столь традиционный для энчатреса нельзя забыть положить самые классные синие чары которые есть это чары которые копируют другие чары из утилицы земель которые у меня есть в колоде вот эти четыре являются основными это конечно башня река варя который позволяет мне не не думать в конце хода о том что дискардить алхимисты рефьюж калт карта которую я кладу практически во все колоды где зеленый синий цвет она божественно холлов helios generosity это новый волрод стронгхольд слэш академии руинс для чар где еще и играть если не в этой колоде и разумеется сара санктум она может быть не самой дешевой землей на свете но она напоминает мне моем детстве о моей любви к урза саги и царство сары в частности про все цветные земли я рассказывать не буду я расскажу про базовые земли которые в колоде моей лежат потому что в каждую колоду который я собираю я хочу чтобы земли соответствовали той теме которая которая такова то придерживается в этой колоде немного базовых земель 5 равнин 2 леса и 2 острова равнины я выбирал чтобы они соответствовали царство серы который изображена на сара санктуме у меня есть конечно и земли из урза саги но вот эти замечательные земли из выпуска доминария который всего лишь в прошлом году вышел они тоже прекрасно подходят под эту тематику этой колоды я играю уже полгода и совершенно случайно совсем недавно обнаружил в ней бесконечную комбу фу 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 мы играем без бесконечных комб конечно это казуальная еда ха комба заключается в следующем звездное небо никса при наличии 5 чар под вашим контролем оживляет все остальные чары не являющиеся аурами parallax wave это чара которая выходит на поле битвы с пятью жетонами увядания каждый обкид теряет жетон и если в обкид не может больше потерять жетона ее надо пожертвовать и у нее есть активируемая способность за снять одного жетона я могу изгнать целевое существо и когда parallax wave покидает поле битвы все изгнанные ею карты возвращаются под контроль владельцев так вот parallax wave будучи существом не запрещает себя целить и этого оказывается достаточно чтобы изгнать ее даже с одним жетоном и вернуть мгновенно все на поле битвы это позволяет бесконечно крутить либо какие-то дополнительные чары либо сам parallax wave и например с эдалоном цветения или избранниками аджане мы можем получить нужное количество карты копаться до какого-то вин кондишена или на радость боброву получить армию котов создание этой колоды для меня это было такое упражнение в колодостроении когда я попытался создать набор с максимальной внутренней синергией и чары оказались уникальным инструментом в этом процессе потому что как вы видели эффекты которые они предлагают весьма обширны и позволяют с помощью чар как разбираться с перманентами оппонентов так защищать свои собственные также набирать карты разгоняться по маням и ходить в атаку я не устаю играть этой колодой потому что несмотря на то что в ней есть и тютер и и какое-то ограниченное количество вин конов каждая партия развивается совершенно по разному сценарию в зависимости от того какими колодами играть мои оппоненты эту колоду я считаю более сильный чем колода который я рассказывал в прошлый раз на катя на жахе и по моим представлениям она соответствует где-то семерки по шкале которую пропагандирует команд зон что позволяет играть ею как против компетитив колод которые крутятся очень быстро так и против средних колод которые заточены на игру с различными стратегиями как обычно ставьте лайки если вам понравилось это видео пишите свои вопросы в комментариях я с удовольствием на них отвечу и до новых встреч пока спасибо за просмотр! спасибо за просмотр!